Завершается реконструкция стадиона «Труд». Правда, теперь его название будет «Народный стадион». Здесь предусмотрены условия для занятия легкой и тяжелой атлетикой, а также стрельбой из лука. Дагестан спортивный, похоже, в обозримом будущем будет известен не только в единоборствах, но и в других видах спорта. Во всяком случае, необходимая база для этого уже есть. В продолжении темы сюжет наших корреспондентов. При установке осветительной мачты самое важное – это точно определить угол наклона. Измерив его, Сергей Токарев, потомственный монтажник, закручивает болты до необходимой отметки. Сергей собирает конструкции более 36 лет. Он, как и его оба брата, пошел по стопам отца и деда. На их счету не одна гидроэлектростанция. Но сегодня Токарев устанавливает освещение на стадионе «Труд». Сейчас откручиваем гайки, чтобы отцентровать опору. Эти откручиваем, те закручиваем. Какой науклон дает геодезист, в ту сторону мы наклоняем. На одной из первых в Дагестане спортивных арен завершается масштабная реконструкция. Монтируют освещение, укладывают беговые дорожки и теннисный корт. А также готовится газон и устанавливают сидения для 5000 зрителей. Народный стадион уже почти готов к сдаче. Все отделочные работы уже завершены. Здесь созданы все условия, как для любителей, так и для профессионалов в легкой атлетике. Свои первые тренировки спортсмены могут начать уже в начале сентября. По словам генерального подрядчика, это последние штрихи. Уже 20 августа стадион будет представлен комиссией. Это рабочая комиссия, первая, которая придет принимать объект. Они посмотрят наши недоделки, делают какие-то существенные замечания. И найдут нам определенный срок, видимо, 15 или 20 числа с сентября месяца здесь будут проходить спортсмены народу Дагестана. Поэтому к этому времени эти мелкие недоделки наши специалистам будут устранены. Новый стадион будет соответствовать всем нормам строительства спортивных сооружений. Режим оповещения при чрезвычайных происшествиях, мультимедийная система, которая будет транслировать все происходящее на электронное табло, а также современный медиа-центр для СМИ. Гульнара Абдулаева, Руслан Салихов, Заур Магомедов. Время новостей.